Всем привет! Вы на канале про установление. Сегодня я вам расскажу о минусах, почему все-таки не стоит покупать технику сохранения, какие могут возникнуть трудности при покупке техники с консервацией или просто сохранения, о которых вам скорее всего не расскажут. Чаще всего показывают видеоролики плюсы такой техники, но сегодня вам поподробнее расскажу об этом. Каждый из желающих купить себе автомобиль специально для охоты или рыбалки хотя бы раз слышал от кого из друзей, знакомых или СМИ либо видеороликов о машинах сохранения. Это подразумевается военная техника, которая будет новой, помещена она в специальные площадки или просто ангары и далее такие машины или технику превращают в консервы, так скажем, то есть двигатель, детали, подвеска, рамы и сам кузов подвергается обработке консервирующими специальными веществами и машины в таком состоянии хранятся несколько лет при постоянном уходе и периодических ТО данной техники. Чаще всего такие машины продаются через посредников, которые завлекают заманчивыми предложениями. Это внедорожники, например, такие как УАЗ или ГАЗ, грузовики повышенной проходимости Урал, КАМАЗ, КРАЗ, либо БРДМ и вездеходы, такие как МТЛБ и так далее. Без пробега, конечно, и в идеальном состоянии можно купить очень дешево. А шутка ли это, если антировочные цены на ту же Буханку или Козлика с консервацией колебаются в районе 150 тысяч рублей? Многие бы согласились купить данный вид техники или машину для поездок на охоту, но давайте задумаемся, все-таки или в порядке с такими автомобилями, простоявшими в ангарах или боксах 20, а может быть и 30 лет. Двигатели и трансмиссия, конечно же, будут в удовлетворительном состоянии, поскольку такая техника не прошла тысячи километров и не эксплуатировалась в жестких условиях или режимах, если, конечно, не смотали пробег. Исключение составляют резиновые всякие патрубки, сальники, которые придется все же поменять. Сохранность электропроводки тоже вызывает сомнения, полная или частичная замена, потому что в большинстве случаев жгуты проводка просохлась со временем, контакты окислились, придется вложиться, чтобы машина не сгорела от короткого замыкания. Вся подвеска также страдает от длительного простоя, даже если машина стоит на тех же козлах в отапливаемых боксах. Сайлентблоки, втулки, стабилизаторов и пыльники придется также поменять, это дополнительные расходы. Добавим к этому замену стоек и рессор, если они не были заменены во время того же ТО, которые должны проводить, пока машина находится на консервации. И все эти вложения предполагаются при условии того, что рама или кузов автомобиля не сгнили и не покрылись ржавчиной за время хранения, потому что многие из консерв хранятся в основном на улице, под открытым небом. И не забывайте, что обслуживали и ухаживали за данным видом техники машинами те же солдаты, которые могли это делать не особо тщательно. Ну и финальной проблемой могут стать проблемы при постановке такой техники и автомобилей на учет в ГИБДД. Отсутствие ПТС у войны машины, отказ выдачи ПТС в ГИБДД из-за несоответствия автомобилей требованиям экологических стандартов. Но несмотря на все проблемы или трудности с этими машинами, желающие купить данный вид техники с консервацией не становится меньше. Найти машину, в которую не придется вкладывать финансы, которую можно купить и эксплуатировать сразу, некоторые фирмы скупают у военных машины, подготавливают машины к продаже и проводят полное ТО и выправляют документы. Но, к примеру, подготовленный козлик у таких фирм не будет стоить 150 тысяч рублей. Цена на такую машину составляет как минимум и начинается она от 300 тысяч рублей. Но на этом все. Решать в первую очередь вам. Я вам рассказал тот минимум, с чем может столкнуться каждая с покупкой данной видом техники. Пишите в комментариях, может быть кто-то из вас покупал данный вид техники и с какими трудностями вы столкнулись. Все ли было так гладко, как нам рассказывают в видеороликах. Подпишись на наш канал, не забудь поставить лайк. Спасибо за просмотр.